Мы продолжаем наш выпуск. Инспекторы Госадмотехнадзора проверили содержание детских площадок. Совместно с нашей съемочной группой сотрудники надзорных органов отправились на северную часть Люберец. О результатах рейда знает Луиза Езарен. Смотрите, сколько у нас слоев краски здесь. Я вот вижу как минимум четыре. То есть оно красилось. Но красилось очень давно. Красились очень давно и остальные элементы этой площадки. Если некоторые из них не считаются травмоопасными, то другие представляют собой прямую угрозу здоровью детей. К примеру, вот эти качели. Вопреки запретам, они на жестком подвесе. Кроме того, на игровом снаряжении инспектор обнаружил торчащие гвозди. Я могу сделать только один вывод, что про эту площадку забыли. А вот кто забыл про эту площадку, пока неизвестно. В настоящее время инспектор Госадмотехнадзора проводит процедуру по установлению хозяйствующего субъекта. Несмотря на довольно плачевное состояние, игровая зона востребована среди местных жителей. Это единственное, что есть у наших детей. Ходить через несколько дворов уже просто, честно говоря, нет сил. Через несколько дворов, кстати, площадки намного лучше. К примеру, на этой между домами 11 и 13 на улице Попова предусмотрены все обязательные элементы благоустройства. Но некоторые из них нуждаются в ремонте. Хочется обратиться к жителям. Если вы выявляете, что-то вам кажется какой-то элемент травмоопасен или недостаточно укреплен, обращайтесь в управляющую свою компанию или в собственнику. После того, если данные моменты не реагируют, убедительно прошу с подтверждением то, что вы обращались, уже обращаться в Госадмотехнадзор. А Госадмотехнадзор, в свою очередь, наложит административный штраф. Напомню, за неудовлетворительное состояние детских площадок собственник может заплатить от 30 до 70 тысяч рублей.